В этом зале больше 10 лет назад мы обсуждали вопрос о вступлении России в ВТО. Очень многие коллеги говорили о том, что это вредно делось, это будет разрушать нашу промышленность, нашу экономику. Но решение было принято. В результате у нас наши ставки вазных таможенных пошлин понизились с 35% до 12%. Значит, это, конечно, достаточно сильно ударило по рынку автомобильной техники. И вот прозвучавшие здесь предложения о том, что надо все-таки подумать над вопросом выхода из этой, на сегодняшний день, бесполезной для нас организации, я поддерживаю полностью. И в связи с этим, конечно, может быть, имеет смысл вернуться к тем таможенным пошлинам на ввоз новых отечественных автомобилей из недружественных стран. К тем уровням, которые были 10 лет назад. Второй, конечно, очень больной вопрос для нас – это поставка компонентов. И необходимо, конечно, принять неотложные меры по созданию импортно-замещающих производств автокомпонентов. В первую очередь это касается полупроводниковых компонентов. И для этого, конечно, необходимо софинансирование средств федерального бюджета. И организация таких производств может быть в том числе на предприятиях ВПК и других высокотехнологичных организаций. Но сейчас отсутствие этих компонентов не позволяет нам производить автомобильную технику, которая соответствует тем требованиям, которые мы на себя приняли по экологии, по безопасности. Поэтому необходимо внести изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных средств. В части снижение тех требований, которые мы сегодня не можем обеспечить. Еще один вопрос – это опережающая закупка федеральными органами техник, которые у нас производятся. Это касается и техники для обеспечения городского пассажирского транспорта, ну и других заказчиков. Да, и, конечно, вопрос в том, что производство будет снижаться, и необходимо оказание государственно-финансовой помощи для сохранения рабочих мест, обеспечения занятости отрасли. Спасибо. 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 Спасибо.